всем привет друзья сегодня у нас на распаковке вот такая вот коробка это зеркало заднего вида в автомобиль с android и там с функцией этой задней камеры с gps м совсем всем всем я купил новую магнитолу в машине там тоже будет android все 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 функции и решил купить еще зеркало себе с регистратором сразу внутри чтобы вот такая вот интересная штука была здесь у нас можно фотографировать видео есть 4g то есть можно вставить карту раздавать карты на устройство которые находятся в автомобиле вай фай допустим по вай файу раздавать 4g интернет то есть все отлично давайте распаковывать открываем коробка там несколько было несколько вариантов комплектации смотрим идет в таком пакете само зеркало сейчас мы к нему вернемся посмотрим вначале комплектацию коробка помята такая вот видите внутри порванная коробка уже побывала инструкция то есть android 8 1 но по-моему я если не путаю то здесь должен либо либо магнитоле наверное все-таки в магнитоле я взял магнитола крутая магнитола дорогая с выездным экраном с android 10 там много 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 всего есть но фишка в том что где-то в октау она застряла еще в мае и до сих пор не приехала вот ну когда приедет если приедет то конечно же обзор будет распаковка тоже будет все на английском инструкция полностью на английском цветная с картинками все понятно все легко основной экран все 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 как gps включить как режим видео выбрать какие функции нажать и так далее я посмотрел отзывы почитал про это зеркало и люди там хорошо отзывались о нем поэтому что видно ну то есть не основная основная функция зачем она мне нужно мне нужно но для gps а здесь есть обратная задняя камера которую можно подключить и она даже кстати должна быть в комплекте заднюю камеру можно подключить то есть при парковке на при сдать и назад камера включается мы это все видим то есть я хочу эти функции подключить единственное что их я буду подключать скорее всего уже когда приедет магнитола чтобы вместе чтобы понять что мне больше нужно потому что магнитолы тоже есть gps есть и задняя камера то есть можно подключить и я хочу выбрать к какой к какую камеру по чему sih меня есть еще запасная камера магнитола тоже камера будет идти то есть возможно даже подключу две камеры но это мы все потом разберемся рассмотрим сейчас же нам нужно разобраться с нашим автомобилем то есть идет кабель подключения камера а это камера это камера заднего вида идет наклейка идет два самореза то есть мы на наклейку клеем камеру прикручиваем двумя саморезами вот так она подключается то здесь вот я так понимаю можно ее отсоединить вот да вот она так соединяется четырьмя контактами а это удлинитель для того чтобы протянуть и вот здесь уже оголенный проводочек то есть мы их как-то соединяем ну это уже будет собирать разбираться человек который будет устанавливать то есть это мы все посмотрим откладываем это дальше кабель это кабель подключения то есть но нам нужно наверное будет какой-нибудь тройник потому что в прикуривателе у нас там еще зарядка от телефона есть здесь не написано а вот здесь написано 5 вольт 3 ампера 3 ампера нужно давать кабель довольно длинный мы посмотрим возможно можно будет 3 ампера получить из зарядки нашей которая есть и подключиться которым кабелем который установлен у меня уже в автомобиле далее резиночки для для того чтобы закрепить на зеркало на нашем зеркале который переходник памяти для того чтобы подключать карты памяти в комплекте нет далее идет еще маленький вот такой вот кабель я так понимаю для того чтобы можно было подключить сейчас мы подключим попробуем и gps gps довольно длинный то есть его можно протянуть тоже куда-нибудь прилепить под бардачок протянуть вот все отлично но опознавательных признаков что это gps нету то есть вот так он выглядит ладно ну и давайте приступим уже к нашей камере ой камере к зеркалу и так снизу снизу мы видим кнопка включения и я так понимаю это микрофон вот ножки которые крепятся и здесь прорезинованная площадка не прорезина такая мягенькая площадка для того чтобы не испортить наше зеркало которое у нас есть здесь есть у нас динамик то есть даже в случае вот у меня допустим на данный момент магнитола не работает поэтому я покупал новую я так понимаю что мы можем что-то там проиграть прозвучать динамик или может это ну для каких-то там обратной связи для того чтобы gps наверное говорил да gps скорее всего ну посмотрим это мы все разберемся здесь у нас есть какое-то r обозначение я не знаю скорее всего это сброс серийный номер 50 9707 что эти маркировки я не знаю камера у нас вот так выдвигается задвигается то есть мы можем ее настроить чтобы она за зеркало и вот так направить мы можем ее вручную как нам необходимо двигается она либо влево либо вправо вверх вниз это к вниз немножко двигается то есть вот вниз двигается но вверх а и вверх двигается немножко вот но больше вниз то есть вверх не особо влево вправо ну вниз вот так это все двигается с этой стороны это выглядит вот так то есть тренинг и медиа дили а здесь у нас налеплена защитная пленка сейчас мы к ней дойдем давайте посмотрим с левой стороны на торце ничего нету и с этой стороны тоже ничего нету вот так ну и сверху у нас питание какой-то то ли клей то ли не знаю что приклеилось вот убирается да скорее всего проклеена корпус проклеим скорее всего и здесь немножко клея осталось это у нас а в in дальше sim карта то есть вот этот верхний слой это для sim карты для того чтобы был 4g нижний это т.ф. карта найти в карту я так понимаю можно загрузить карты для gps она у нас должен быть онлайн поскольку здесь android должен быть онлайн ну и подключение gps а вот так все в принципе просто и наглядно и давайте посмотрим как зеркало как выглядит как зеркало она вот отражает прям прелестно немножко затемненно но отражает очень классно и я думаю что проблем с обзором не будет хотя зеркало немножко она наверное да она здесь есть черные черные полосы то есть зеркало вот здесь из-за черного она хотя здесь и на черном тоже хорошо отражает отпечатки остаются то есть но не сильно то есть посмотрите я немножко мазну давайте не знаю увидит камера не увидит попробуем разглядеть наши отпечатки отпечатки остаются но они остаются не сильно то есть какая-то защита у него от отпечатков есть ну и давайте проверим как она протрется возьмем протирочку для очков обычную и давайте поймаем где наш отпечаток был как нибудь его увидеть чтоб вот он так все он стерся на элементе за парой движения а вот еще остался вот да все стирается все отлично стирается то есть можно обычной тряпочкой протереть и отпечатков не будет ну осталось только подключить и проверить функционал мне интересно заработать ли он от 2 со 2 и 1 ампера от powerbank а заработал то есть скорее всего можно даже наша зарядка то есть ну ему нужно 3 ампера но видите 2 и 1 ампера даже до 2 и 1 ампера powerbank а ему хватило чтобы запуститься 4g отдаст мир а сюда мы подключаем вот в этот вот вот мы подключаем нашу камеру навигация включена bluetooth включен экран давайте посмотрим есть яркость можно выключить всегда включен режим и другие далее у нас здесь есть режимы днем ночью авто то есть режим подсветки другое здесь у нас есть громкость громкость динамика можно выставить fm передатчик то есть можно включить fm передатчик и слушать прям радио на ней блин и я теперь думаю зачем я покупал магнитолу зачем зачем мне магнитола если все функции которые я хотел чтобы были у меня магнитоле они есть в этом зеркале и так друзья я протестировал ее наснимал кучу видео и в машине протестировал и музыку про в общем все 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 протестировал и все это параллельно записывал в машине снимать неудобно и я решил все-таки просто переснять все что я наснимал более компактно чтобы рассказать кратце что это и как когда ее распаковывал я был в восторге когда я начал и пользоваться я стал в восторге еще больше и сейчас расскажу первое что я хотел сказать это питание питание здесь нужно 3 ампера при меньшем питании она будет работать но если вы добавляете gps если вы добавляете заднюю камеру то питание будет не хватать камера может полосками бежать и так далее то сейчас у меня 21 ампера подается на нее и этого недостаточно если я сейчас подключу gps и заднюю камеру то он сразу начнет плыть полоски появится и так далее производитель не рекомендует использовать не штатную зарядку поэтому для того чтобы я хотел вообще найти зарядку 3 на 3 ампера и просто с нее подавать питание но поскольку производителя написал производителю что такая вот ситуация что там типа 21 ампера он написал что не рекомендую используйте штатное зарядное устройство туда у вас будет все в порядке я купил поэтому такую вот переходник и у меня будет добавил дополнительная quick charge для того чтобы можно было заряжать телефоны давайте посмотрим камеру камера давайте на весь экран и и откроем вот открыли камеру сейчас немножко подзалапалась я покажу вставлю кусочки видео снимает она у меня до этого была сяоми двр 1с дашкам и она снимает вот эта вот камера снимает хуже чем дашкам но я бы не сказал что критичная разница здесь понятно то есть да есть у нас там квадратики и так далее но номера как и дашкам она там с 2-3 метров ну довольно таки можно разглядеть до смазана немножко но когда близко если к автомобилю в стопс стоять если автомобиль едет там в десяти пяти метрах то номер будет неразличим но когда приближаемся ли он проезжает мимо тогда видно я добавлю видео с видео с него снимать хуже но не критично чем сяоми дашкам второй момент то есть вот это мы в таком режиме можем смотреть мы можем подключить сейчас задняя камера не подключена но мы можем нажать на вот эту вот кнопку и подключить заднюю камеру и задняя камера просто будет транслировать на экран что у нас происходит то есть вот этом окне мы его можем открыть на все и для тех кому не видно допустим не видно что как зеркало пользоваться он может просто транслировать с задней камеры и это Это прикольно, это удобно и классно. Довольно-таки удобно и угол обзора становится шире, то есть ты видишь больше, что происходит сзади, чем когда ты видишь в зеркало. Это намного удобнее. Так, зеркало. Режим зеркала у нас два режима. То есть вот такой режим с датой и временем. То есть вот всё время ты едешь и у тебя время показано на зеркале. Это удобно, это прикольно, обзору не мешает. Второй режим мы просто выключаем и всё, мы едем в обычном зеркале. То есть зеркало отражает отлично, но, знаете, когда режим, когда мы едем вечером и нас слепят автомобили, есть у обычного штатного зеркала снизу переключатель на режим, то есть камера немного поворачивается вверх, и мы такой немножко затемненный режим получаем, то есть автомобили все четко видно, но они нас не слепят, потому что зеркало приподнято вверх и луч не отражается нам в глаза. Да, приблизительно такое ощущение, когда ты едешь с зеркалом, но мне понравилось, я ездил как днем, так и вечером, все отлично, все, видимость отличная, это если просто смотреть в отражение, то есть мне в этом понравилось и я очень доволен этому. Навигация, навигация, здесь у нас приложение, давайте мы вскроем нашу камеру, это у нас Google, можем Google, 4G работает, карта памяти работает, можно в настройках Google или любого другого приложения, которое вам нравится с GPS, допустим, давайте я выйду и покажу вам, у нас есть приложение, у нас есть Google Play Market, и мы можем скачать любое приложение, которое нам нужно, можем установить через файловый менеджер, можем установить, какое нам приложение надо, которое идет, допустим, в маркете его нету, все устанавливается, все у меня отлично отработало, здесь я уже поставил там YouTube Music, я поставил, то есть Waze поставил, вот Waze, но он же без GPS, наверное, не будет отображаться, у нас в Украине он сейчас набирает популярность, но я пользуюсь в основном по возможности, оставайтесь дома, какая-то реклама, в общем, я предпочитаю Google карты, поэтому пользуюсь навигацией гугловской. По поводу интернета, если 4G работает отлично, то есть, ну, по сути, ему ничего не мешает и принимает сигнал как телефон, то есть, работает, ну, как бы по скорости приблизительно, как и телефон, я не заметил особой разницы. Все работает шустро, но если у вас нет возможности сим-карту добавить, можно просто Wi-Fi расшарить с телефона, то есть, вы получаете на телефон интернет через 4G и раздаете на него, и все отлично работает, я тоже какой-то разницы не заметил. Единственное, что нужно будет, дополнительное питание для телефона, потому что он в режиме раздачи, ну, в режиме точки доступа, он быстрее раздает энергию. Камера, здесь мы можем, вот, загрузилась наша камера, здесь мы можем переключить, выключить звук, включить, звук пишет отлично, есть настройки у нас, небольшие настройки, потока, выполнить форматирование карты, я не буду, так как у меня там музыка записана, чувствительность можно выбрать, в общем, есть небольшие настройки. Качество я там не заметил, настройки по качеству, есть настройка по движению автомобиля. Эта вот кнопка, это Spotify, сервис музыки, я его отключил через настройки, вначале я его подключил, у нас в Украине, в России, оказалось, он не работает, я зарегистрировался в сервисе через VPN Hoax, сделал учетную запись австралийскую и потом зарегистрировался здесь, вошел и все работало. Работает нормально, все отлично, но Spotify, это, ну, мне оно не нравится, поэтому я поставил Яндекс.Музыку, и она работает, и она прекрасно работает, все, учетная запись подтягивается, все мои песни любимые, все-все-все есть. Единственное, что я пока не понял, как добавить YouTube, чтобы был под той кнопкой, чтобы не нужно было в приложение заходить, а чтобы прямо на главном экране кнопка YouTube была. Пока я об этом не разобрался, скорее всего, и нет такой возможности, нужно поискать на FOP и DA, скорее всего, умельцы уже добавили такую возможность. Давайте послушаем, как он играет. В настройках можно выбрать громкость. Динамик находится вот здесь. Прикольно. В данный момент у меня нет магнитолы в автомобиле, то есть она сломалась, и мне это решение вполне подходит. Единственный минус, что треки переключать, мы постоянно клацаем по экрану, то есть приходится клацать по экрану, и остается немного отпечатков. Я не знаю, видит камера, вот, вот так вот видно, что остаются отпечатки. То есть мы постоянно мацаем экран и задергиваем его. Помимо этого, помимо того, что есть YouTube Music, смотрите, что еще мы можем сделать. Мы можем залить на флешку нашу музыку, которая нам нравится. Где она тут? Вот. Залить на флешку. Папки расположены, как в обычном андроиде, то есть я залил музыку. И вот наша музыка просто в MP3-шечке мы включаем. И поехала музыка. То есть можем прям с карты памяти прослушивать музыку, фильмы просматривать, что еще. Ну, блин, как обычный телефон, то есть использовать это устройство. И круто, это круто. Так, Spotify у меня стоит. Полностью удалить его почему-то я не могу, то есть, ну, вот такая вот фишка есть. Карты GPS-тест. GPS работает отлично, на улице прям супер. Единственное, здесь я не могу показать, если подключу его, он начнет выключаться. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Я проскакал. Bluetooth. К Bluetooth вернемся чуть позже. Точка доступа. Если у нас есть сим-карта, и он получает интернет, мы можем его настроить на раздачу интернета, сделать точку доступа и получать на смартфоны точку доступа для всех целей. Радио. Радио есть. Видео. Видео, ну, это логично, понятно. То есть, видео, которое мы записывает наш регистратор, мы можем их здесь прям просмотреть. Можем заблокировать видео, чтобы оно не удалялось. Оно тогда переместится в блокирующее видео и будет храниться здесь. Картина – это фотографии, которые мы делаем. То есть, фотографии довольно-таки тоже неплохие для такого экрана. Ну, естественно, на компьютере, когда мы раскрываем, видно пиксели. Картинка плохого качества. Далее, точку доступа мы поговорили. Так, видео, настройки, файлы, приложения. Файлы – это файловый менеджер. Тоже можно просматривать видео, можно играть музыку и так далее. Приложения. Пропустили настройки. Настроек здесь немного. Вот, система. Давайте посмотрим систему о телефоне. Дель – версия 8.1.0. Баран – 2 гигабайта. Это оперативная память 2 гигабайта. И технические характеристики, номер сборки и так далее. По памяти здесь 16 гигабайт. Давайте посмотрим. Хранилище здесь 16 гигабайт. Свободно было где-то 3 гигабайта было... Точнее, 3 гигабайта было занято. А я там что-то поустановил, и там вот почти 5 гигабайт занято. Но все приложения, все карты я сохраняю на SD-карту. То есть, SD-карта, все из приложений, все храню здесь. То есть, можно выбрать, куда сохранять и так далее. Далее, здесь есть парковочный монитор и приложение уведомления. Это мы сюда попадаем. Приложения и уведомления. Те приложения, которые мы видели вот здесь. Итак, приложения. Приложения ставятся из Play Market. Как обычно, мы вводим свою учетную запись. И все, у нас можно даже игры поставить и играть на этом экране. Но это неудобно. Основная фишка, которая мне больше всего понравилась. Чтобы не заводить отдельную сим-карту, я как бы, ну, возможно, не буду этой функцией пользоваться. Мы имеем здесь Bluetooth. Вот мы его включаем. Итак, Bluetooth проще включать и не из этих настроек, а вот здесь. В шестеренку заходим и снизу кнопка включить. То есть, включаем Bluetooth. Bluetooth включен. У нас на смартфоне появляется название его. Имя можно переименовать в настройках. Мы подключаемся. Здесь мы добавляем, потому что он запросил, типа, система защиты, что мы подтвердили, что мы добавляем этот смартфон. И у нас в режиме Bluetooth, то есть, в этом приложении добавляется много крутого функционала. Это контакты. Мы можем выбрать, кому позвонить, нажать и пойдет звонок через телефон. То есть, мы управляем телефоном через зеркало. Допустим, есть набор. Можно просто набрать номер, какой нам необходим. И дальше, помимо этого, то есть, мы набрав через него телефон, он будет выступать как переговорное устройство. И через него мы будем говорить. Слышно хорошо, достаточно хорошо. Собеседник меня слышал довольно-таки неплохо. Единственное, что динамик, ну, немножко, когда ты едешь на большой скорости, немножко, ну, и с открытым окном, допустим, будет не слышно. В общем, мне очень понравилось этот функционал. И музыка. Музыка. На смартфоне мы можем управлять с экрана. То же самое и на смартфоне мы можем управлять со смартфона. Это удобно, так как можно смартфон повесить впереди на магнитик и управлять со смартфона, слушая здесь музыку. Ну, я не знаю, будет кто слушать музыку через него или нет, но у меня это решение пока побудет, пока не придет новая магнитола. По-моему, я обо всем, что мне было важное, я рассказал. А импус установился. То есть даже нам не обязательно YouTube Music, интернет и все эти пряники. Просто поставили музыку. Причем она работает. То есть давайте мы ее включим. То есть она работает. При выключении можно выбрать режимы. Выключить, перезапустить или режим полета. Это отключить всю связь и он будет просто без связи работать. Как зеркало. Мы выключаем. Будет выключен. Окей. Итак, друзья, все подключил. Теперь у нас видно все прекрасно. Вот это наш период. То есть то, что мы видим спереди. Мы можем немножко настроить выше, ниже. И в режиме зеркала все отлично видно. То есть дорогу видно. И к этому прям не придраться. Я очень доволен. То есть видно классно. Здесь есть время часы. Их можно убрать вообще. И все. И теперь у нас обычное зеркало. Отлично. Немножко шире. Немножко оно здесь будет у меня цеплять. Здесь козырек. Но тут, наверное, не будет цеплять. Да, здесь у нас отлично все проходит. Не цепляет. Итак, кажется, я рассказал практически обо всех функциях. Что я тут нарыл. Что у нас здесь работает. Что не работает. Мне очень нравится. Я реально в восторге. Потому что технологии работает все быстро. Касания нету каких-то там левых срабатываний плохих. Все отлично работает. И мне очень нравится. Лично я в восторге. То есть единственное, что разобраться бы еще, как вот эти вот кнопки менять. Что сюда добавить. Что нет. Я не нашел нигде в настройках. В остальном во всем все прелестно. Все работает отлично. GPS есть. GPS работает. То есть, когда мы подключаем на видео, прям он пишет. Дата, время, GPS, координаты. Все, где, что произошло. Это отлично. Пишет видео регистратор. Не идеальное качество. Но вполне таки приемлемое. Причем, учитывая то, что добавляются координаты GPS и так далее. То есть, это вполне, ну, отличный функционал. Очень мне нравится. Цепляется на зеркало. Зеркало не царапает, не дребезжит. Все отлично. Этих резинок достаточно. Мне очень понравился. Есть же более дешевые модели. Но это мне прям зашло. Я прям советую продавец отвечать быстро. Я ему писал в нерабочее по Китаю время. И он мне отвечал буквально там в течение пяти минут. И это я ему писал по поводу питания. Потому что у меня начал рябеть экран. Начал рябеть, когда я подключал GPS с задней камерой. И он мне написал, что пользуйся штатной зарядкой. А я пользовался машиной на 2 А. У меня там даже, наверное, меньше, чем 2-1,5 А. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок. Субтитры сделал DimaTorzok